МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! С вами Дмитрий Книга и новости Ленинского городского округа. Смотрите сегодня в нашем выпуске. В июле 2023 года сотрудники ГИБДД проводят рейды «Нетрезвый водитель» на дорогах Подмосковья. Затрагивают все службы, все направления деятельности, органы внутренних дел, телевидение. В Развилковской библиотеке каждую неделю проходит занятие по английскому языку в рамках проекта «Активное долголетие». Даже я не думала, что мы начали заниматься в конце октября, и что мы так продвинемся. В общем, мы сами от себя такого не ожидали. На трассе «Казачий дозор» в деревне Горки прошли соревнования по автокроссу. И все эти 6-7 минут зрители в таком весь в волнении, весь в напряжении. В июле 2023 года сотрудники ГИБДД проведут несколько рейдов «Нетрезвый водитель» на дорогах Подмосковья, в том числе и на территории нашего муниципалитета. Об этом в интервью телеканалу «Видное ТВ» сообщил заместитель начальника ГИБДД Ленинского городского округа Алексей Букин. Традиционно, помимо проверок на дорогах, будет проведена и широкая кампания по разъяснению опасности вождения транспортных средств в нетрезвом состоянии. Данное мероприятие, оно действительно масштабное, проводится не в пределах какого-то муниципального образования города, оно проводится по всей Московской области, затрагивает все службы, все направленные деятельности, органов внутренних дел, телевидения, автотранспортные предприятия. Потому что данная работа, она даст результат и дает результат только в комплексе. Один сотрудник ГАИ на дороге сделать не может ничего. Постоянная работа ведется прежде всего среди тех, кто только собирается получить водительское удостоверение. Вновь прибывшие водители, граждане, которые только собираются получить водительское удостоверение, соответственно, с ними и у нас в ГАИ, и в автошколах проводятся беседы, мероприятия, показываются, доводятся характерные примеры вреда употребления алкоголя за рулем. Стоит отметить, что по мнению руководства Ленинского ГИБДД, в нашем округе водители в целом дисциплинированные. Если в прошлом году у нас произошло одно ДТП с нетрезвым водителем, в этом году мы имеем уже четыре. Значит, лица данные – это все гости, приезжие городского округа. Наши жители, они как бы более сознательны. Сотрудники ГИБДД подчеркивают, что административная и уголовная ответственности за вождение в нетрезвом виде могут быть применены абсолютно ко всем участникам дорожного движения. Электросамокат, моноколесо, мощностью более определенной, более 250 ватт – это полноценный участник дорожного движения. И отвечает он как водитель грузовика, как водитель КАМАЗа, водитель самосвала. В прошлом году порядка 350 дорожно-транспортных происшествий в Московской области произошло по вине лиц в алкогольном или наркотическом опьянении. В более чем 150 из них погибли люди. В рамках программы «Активное долголетие» в Развилковской библиотеке каждую неделю проходит занятие по английскому языку. Направление стало одним из самых популярных у участников губернаторского проекта. На очередном занятии побывала наша съемочная группа. Участники губернаторской программы считают, что для активного долголетия важно поддерживать себя не только в хорошей физической форме, но и развивать интеллектуальные способности. А изучение иностранных языков – одна из лучших тренировок для гибкости мышления. Представители старшего поколения поселка Развилка на своем примере доказывают, что выучить язык можно в любом возрасте. Занятия проходят очень интересно и разнообразно, можно сказать. То есть мы поем песни, читаем стихи, читаем сказки, переводим, разговариваем. Я изучала в школе немецкий язык. И я начала здесь с нуля. И я очень благодарна нашему предавателю Юрию Васильевичу, а также своим коллегам, которые меня поддержали в данную минуту. И у меня есть какой-то прогресс. Занятия проходят на базе Развилковской библиотеки. Проводят уроки Юрий Богомолов, полковник милиции в отставке, ветеран боевых действий. Знание иностранного языка ему пригодилось в работе. А после завершения службы окончил Московский институт лингвистики, чтобы преподавать. Курс Юрия основан на методе глобального чтения для развития навыков устной речи. Это программа изучения иностранного языка через художественную литературу. То есть, любя читать, мы тем самым пополняем словарный запас. И ко всем этим главам, ко всем этим историям дается активити или упражнение для развития навыков устной речи, к чему мы и стремимся. Наталья Завьялова изучала английский язык еще в школе. Признается, после долгого перерыва многое забыла. Сейчас с удовольствием повторяет правила. Даже я не думала, что мы начали заниматься в конце октября и что мы так продвинемся. В общем, мы сами от себя такого не ожидали. Стоит отметить, что направление стало одним из популярных среди участников губернаторской программы «Активное долголетие». Занятия проходят каждую неделю. Присоединиться может любой желающий. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Гульнара Балаева, Видное ТВ. Дети города Видное свое лето проводят весело и с пользой. Для них каждый четверг в Центральном парке отдыха организуют увлекательное мероприятие «Читающая скамейка». Каждое посвящено отдельной тематике. Идея принадлежит сотрудникам Центральной библиотеки. В рамках «Читающей скамейки» дети уже успели поиграть в квиз, пройти квест. Но самое главное, что каждое такое мероприятие подарит ребятам новые знания в области литературы. Иногда участники вместе читают, сегодня, например, отвечали на вопросы по произведениям. Есть занятия на лето, чтобы не просто сидеть дома в телефоне, хотя бы просто выходить на улицу и играть. Хотя бы это плюсы есть, что такие вот мероприятия бывают. Мне здесь очень понравилось. Мы здесь поиграли в вышибалы, подгадывали загадки. Скажи, еще придешь? Да. Вообще в арсенале Центральной библиотеки много разнообразных летних мероприятий для детей и взрослых. Ознакомиться с их расписанием можно на сайте учреждения. Приходите. Помимо «Читающей скамейки», еще у нас по понедельникам проходят игры на воздухе. Мы тоже в такого же плана игры играем. И в резиночки играем, в пионербол, в волейбол. Летом очень хорошо играть именно на свежем воздухе, чем сидеть дома. И лучше выйти вместе с Центральной библиотекой, с работниками Центральной библиотеки, весело провести время. Ну а «Читающая скамейка» в парке проходит каждый четверг в 12 часов дня. 12 июля православные отмечают Петров день, или, как его еще называют, День Петра и Павла. О значениях и традициях праздника мы поговорили с сегодняшними именинниками – священниками Павлом Крысановым и Петром Зориным. Для настоятелей храма Великомученицы Марины в поселке Бица, Павла Крысанова и Храма Святого Преподобного Иосифа Володского в развилке Петра Зорина сегодня особенный день. 12 июля они отмечают не только значимый церковный праздник, но и собственные именины. Апостолы Петр и Павел, чью память мы сегодня празднуем, это, говоря высокопарным языком, одни из столпов церкви. Если мы откроем священное писание, то мы там найдем 14 писем, ну иначе говоря, послания апостола Павла и два письма или послания апостола Петра. Он подчеркивает значимость вообще апостольского служения в создании церкви. Церковь у нас в символе веры именуется как раз таки апостольской. Это значит, что без проповеди апостолов не могло бы возникнуть православной церкви. День памяти своего небесного покровителя настоятель Павел Крысанов всегда встречает с особым трепетом. Ведь именно в этот день, 14 лет назад, его рукоположили в священный сан. И не где-нибудь, а в храме апостолов Петра и Павла в Коломне. Он для меня очень важен. Он для меня важен и тем, что он является автором 14 посланий, которые содержатся в Новом Завете. И, конечно, его слово очень сильно действенно и всегда мне в жизни помогает. Настоятель храма святого преподобного Иосифа Володского в развилке Петр Зорин также вдохновляется упорству и мужеству своего небесного покровителя апостола Петра. Для меня, для самого апостола Петр – это действительно такой путеводный человек. Глядя на его жизнь, на то, насколько он неуклонно шел за Христом, вот для меня это пример. День памяти Петра и Павла предваряется Петровским постом. В сам праздник верующие обычно посещают божественную литургию в церкви, причащаются и исповедуются. Обязательно, обязательно, когда у нас именины или это когда какой-то значимый церковный праздник, естественно, надо обязательно поздравить близких. Поскольку, да, так получилось, что вот для меня близкие – это не только мои родственники, но и прихожане храма, то вот я раздаю конфеты. Это праздник души, счастья, любви, то есть все церковные праздники мы очень любим, и мы приходим в храм. А сегодняшний день для нас стал особенным, потому что наш младенец Павел мы назвали. Поэтому сегодня у нас именины. Мы пришли как бы попросить здоровья нашим деткам и мирного неба всем нам. В старину на Руси в Петров день после посещения церкви было принято накрывать большие богатые столы, приглашать родственников и всех, кто нуждается, и раздавать угощения. В наше время традиция до сих пор жива. Православные занимаются благотворительностью, а вечером собираются в кругу семьи. Екатерина Борисова, Константин Брылов, Гульнар Балаева, Увидное ТВ. Любители скорости и адреналина в минувшие выходные стали свидетелями захватывающих гонок по автокроссу в рамках Кубка Крамер Моторспорт, проходивших в деревне Горки. На трассе «Казачий дозор» в деревне Горки прошли соревнования по автокроссу в рамках чемпионата и первенства Москвы и Московской области Крамер Моторспорт. В Ленинский округ приехали более 50 гонщиков из разных регионов страны. «Автокросс – это, наверное, одна из самых зрелищных автодисциплин. Почему? Потому что у нас одновременный старт. И сразу, и достаточно короткая дистанция, где-то 5-6 кругов, то есть это, ну, соответственно, 6-7 километров. И все эти 6-7 километров зритель, это где-то заезд, значит, длится 6-7 минут, и все эти 6-7 минут зритель, так он весь в волнении, весь в напряжении». После квалификационных заездов начались зачетные гонки, по результатам которых участникам насчитывались очки. Затем подсчитывалась сумма баллов и определялись победители. В автокроссе принимали участие спортсмены разных возрастов. Самому юному пилоту всего 9 лет, а самому опытному – за 60. Никита Кравченко приехал на соревнования из подмосковной Балашихи. «Вообще готовились, видимо, не очень хорошо, потому что у нас уже оторвалось колесо на квалификации. Но рассчитываем сейчас починить машину, как можно быстрее. Едет вот механик мой, привезет все нужные недостающие запчасти, которые мы успешно потеряли, и опять продолжим свое участие». Автокросс – это увлечение настоящих энтузиастов своего дела. Стоит отметить, что гонки – довольно недешевое занятие, а значит, требует не только большого вложения сил, но и средств. Однако любителей скорости это не останавливает. «Когда я ходил еще, наверное, в детский садик, у меня папа занимался этим видом спорта. И когда я приходил из детского садика, в гараже стоял вот такой вот болид. А в детстве, сами знаете, мальчишки любят машинки. А у меня такая машинка стояла уже в гараже. То есть я из детского сада сразу туда за руль прыгал. И было воображение, что я уже как бы пилот Формулы-1, скажем так». Во время жесткой борьбы на трассе периодически случаются столкновения. Но все гонщики, несмотря на эмоции, придерживаются честного соперничества и действуют с уважением друг к другу. «Были зарубы, но, естественно, мстить никто не собирается никому. Просто хочется победить и все. Доказать себе и всем остальным». Все победители и призеры по итогам гоночного дня получили заслуженные кубки. Следующий этап соревнований пройдет 5 августа в Химках. Дмитрий Книга, Александр Логинов, Екатерина Давлятова, Видное ТВ. На сегодня это все новости. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова